За прошедшие сутки на линии боевого соприкосновения произошло 36 боевых столкновений. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За исключением из Белоруссии была перекинута довольно большая группа авиации, российской авиации, а именно улетели из Белоруссии 11 вертолетов, это были и 9 российских истребителей, об этом сообщает нам телеграм-канал Белорусский Гаюн. По данным мониторинговой группы Белорусский Гаюн, 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ и вертолеты Ми-24 покинули территорию Белоруссии. Утром также улетело, а и один вертолет, а потом утром также улетело 10 вертолетов с территории Белоруссии. Но там указывалось во второй вот этой партии из 10 вертолетов, там были вертолеты Ми-8 и Ми-24. Ну, кстати, вполне возможно, так как отлет вот этих воздушных бортов осуществлялся в том числе и с аэродрома Мочулище, может быть и те два вертолета, которые участвовали в провокации, потому что с польской границей, с польским воздушным пространством тоже могли покинуть территорию Белоруссии. Раз их так передислоцировали сначала вглубь страны, под Минск, ну а может быть сейчас, может быть, это предположение. Почему? Потому что история с нарушением воздушного пространства Польши тоже получила продолжение. Мы тоже об этом сегодня будем говорить. Дальше идем. Северское Слобожанское направление. Здесь враг нанес авиационные удары в районах Волфинова и Константиновки Сумской области. В эти сутки досталось, к сожалению, от авиации Сумской области. Совершил минометные артиллерийские обстрелы более чем в 25 населенных пунктах Черниговской, Сумской области и на Харьковщине. То есть все три области подверглись обстрелам. Купенское и Лиманское направления. Ну вот здесь самая сложная, самая тяжелая для нас обстановка. Она уже, как бы, ситуация меняется на протяжении практически всей недели. И можно немножко вернуться назад и напомнить, что 1-2 августа враг проводил активные наступательные действия. Помните, населенный пункт Новоселовское. По состоянию на 3 августа ему удалось занять три улицы до железной дороги в этом населенном пункте. Тяжелая ситуация сохраняется в Серебрянском лесничестве, где расисты продолжают давление и что существенно им удается сохранять темпы этого давления. То есть там атакующие действия идут с неснижаемым темпом, с неснижаемой активностью, с неснижаемым боевым потенциалом, который применяет враг против наших частей. Возобновились также попытки противника атаковать Синьковку и было зафиксировано продвижение врага в Белогоровке. Там в районе промзоны, ну некоторые вы пишите, что, зрители пишут, что нету промзоны в Белогоровке. Насколько я понимаю, я там не был, насколько я понимаю, что промзоны в Белогоровке считают район насосной станции. Вот там где-то, где-то вот в районе насосной станции находится вот эта промзона. Это окраина населенного пункта и вот там идут бои. Было зафиксировано приближение врага. Об этом мы с вами говорили буквально позавчера, что в Белогоровке противник имел частичный успех. Кроме того, продолжается давление на вот эту вот промзону. То есть они пытаются продвигаться дальше, дальше мы их остановили и никакого продвижения нет. Кстати, за прошедшие сутки надо отметить, что линия фронта ни на Купинском, ни на Лиманском направлении не изменилась. Хотя атакующие действия врага идут с той же силой, с той же интенсивностью, как и допустим вчера, позавчера или еще два дня назад. Кстати, к сожалению, потеря позиций в лесах имеется ввиду, я так понимаю, в Серебрянском лесничестве в первой половине года. Помните, да, весной мы все время, мы зимой уже практически подходили к Кременной. В лесах Кременной и даже были там некоторые информации, что там разведгруппы наши видят Кременной уже в бинокль. Но вот за весенний период боевых действий, практически до лета, мы, к сожалению, враг постепенно выдавил нас частично из Серебрянского лесничества, из лесозоны или лесной зоны в районе Кременной, чем существенно ухудшил положение наших сил в данном населенном пункте, имеется ввиду Белогоровка. То есть практически сейчас мы обороняемся Белогоровке и перед ней, а противник находится в лесопосадках восточнее Белогоровки и оттуда ведет свои наступательные действия, что для нас не совсем выгодно и не совсем хорошо. Но тут особенность, надо понимать этого направления в том, что активными действиями вот этой самой мощной группировки, которая, кстати, по плотности она самая большая, несмотря на то, что здесь там около 100 тысяч, около 100 тысяч, потому что минус потери, минус переброска войск на другие направления, на Бахмутское, Мариинское направления, там уже где-то меньше 100 тысяч, но длина линии фронта, она намного меньше, чем на других участках. И вот если мы говорим, что на Таврийском направлении в целом в Запорожской области 150 тысяч, но там линия фронта почти 600 километров, то здесь линия фронта намного меньше, и на эту линию фронта здесь приходится 100 тысяч рашистских войск. Поэтому здесь плотность войск наибольшая на сегодняшний день. Ну, разве что Бахмут может посоревноваться с плотностью, и то на Бахмуте там меньше личного состава врага. И важность состоит в том, что здесь, продолжая активную наступательную операцию, пытаясь развить какое-то наступление, враг хочет заставить нас перебрасывать резервы, начать перебрасывать резервы с других направлений, и использовать стратегический резерв, который мы готовили для контрнаступления, именно на этом направлении, именно в ходе оборонительной операции на Купинском и Лиманских направлениях. Вот почему такое упорство, вот почему враг так активно атакует, и какую главную цель он преследует на этих двух направлениях. В принципе, можно сказать, что Купинско-Лиманское оперативное направление дает возможность наступать нашим войскам на таврийском направлении. Я бы так сказал, за счет оборонительной операции здесь. Далее идет у нас Бахмут. Ну, Бахмут превратился в такую, я бы сказал, для рашистских войск в большей степени, потому как соотношение потерь кратно не в пользу врага, они несут кратно большие потери, потому что они пытаются атаковать, они здесь бросили, там сборная солянка, там если перечислять все части, которые они набросали на Бахмутское направление, там будет больше 10 строк. И они продолжают удерживать вот этот рубеж Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка любой ценой. Вот там подвозится личный состав просто вот на грузовиках по мере выбывания их из строя, по мере там санитарной, вот части несутся, подразделения несут санитарные потери, командование рашистов подвозит следующих, 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 следующих. Вот такое, они решили удерживать этот рубеж любой ценой. Но в принципе, нас сейчас такая ситуация устраивает, в том плане, что мы выполняем главную задачу, мы перемалываем войска противника. Тут линия обороны намного слабее, чем, допустим, на Таврийском направлении. И поэтому, как только мы вымотаем врага до определенной степени, вынесем его резервы, точнее его материальные запасы, его логистику, у нас появится шанс, прорвав оборону, выходить уже практически, говорить о выходе на оперативный простор. И двигаться дальше в направлении Донецка, направлении Синоваты. Так что, на Бахмутском направлении тяжелые бои идут на северном фланге Бахмута, в районе Берхивки, идут ожесточенные бои. Там наши войска пытаются наступать, атакуют противника. Также на рубеже Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка идут тяжелые бои. И враг пытается вводить резервы, все, которые может собрать на этом оперативном направлении. Бои очень тяжелые, ситуация очень тяжелая, потому что они тоже пытаются атаковать. Они не просто ведут оборонительную операцию. Там практически смена атаки и контратаки сменяет друг друга. И враг тоже пытается ходить в контратаки, поэтому ситуация там, я бы так сказал, что крайне тяжелая. Не катастрофа, но крайне тяжелая, и бои очень тяжелые. Далее, Авдеевское направление. Здесь варшисты периодически атакуют Авдеевку. В основном с направления от крутой балки. Они выбрали по самому городу, по Авдеевке, постоянно, практически каждый день наносят ракетные удары. Различными типами ракет, начиная от С-300 в качестве ракет «Земля-Земля». Ну и применяя в том числе и реактивную артиллерию. Ну, у нас иногда называют, или активную артиллерию называют ракетами, потому что дальность 120 километров, больше даже, чем у «Точка-У», у тактического ракетного комплекса. Вот, тем не менее. Но противник успеха никакого не имел. Линия фронта без изменений, наши силы обороны отбивают все атаки противника. Все стоит на своем месте. На Авдеевском направлении фронт без изменений. Маренко, то же самое. Здесь продолжают сдерживать наши силы обороны попытки наступления рашистских войск в районах самой Маренки, в районах Старомихайловки и Красногоровки. Вот такие, в районе этих населенных пунктов противник ведет особо активную боевую, точнее, проявляет особую боевую активность. На Бердянском направлении тут враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Благодатного. Продолжаются бои в районе Приютного и западнее Старомайорского, в Урожайном. Ну, урожайные, они хоть и продолжаются, но, в принципе, там вопрос, опять же, все зависит от рашистского командования. Все зависит. Почему? Потому что, с одной стороны, я вам вчера еще объяснял это, что логика здравого смысла подсказывает, что надо отойти и занять какой-то рубеж обороны. Но нет, рашистское командование, военное начальство говорит, нет, стоять до конца. Биться, биться и биться. И везут личный состав, подгоняют технику и продолжают оборонять вот эти рубежи. Мы подтягиваем артиллерию и работаем, в основном, стараемся максимально переложить тяжесть одневого поражения врага на дистанционные средства. Авиация и наша артиллерия. Запорожское направление, или Мелитопольское направление, так правильнее будет сказать. Противник ввел безуспешные наступательные действия в районе Новопокровки. Тяжелые бои идут уже фактически на окраинах Работина. То есть, наши войска практически. И также идут бои за контроль дороги между Работиной и Вербовым. Тут очень важно надо отметить, ну вот, кстати, Бердянское и Мелитопольское направления, где-то здесь не буду называть место, потому что замминистра обороны Алла Мазур сказала, Анна Мазур, Анна Малер, вы бачте. Анна Малер сказала, что наши войска прорвали на Таврийском участке фронта, прорвали оборону, первую линию обороны рашистских войск в нескольких местах. Но не назвала, не огласила эти места. Поэтому я не буду забегать вперед паровоза, тоже не буду называть эти места, но скажу, что да, в этом есть успех. Есть отдельные участки, где мы уже на второй линии обороны. Так что просто набираемся терпения и ждем официальной информации от нашего, либо от Анны Малер, либо она у нас уже стала таким фактически спикером, причем спикером, получается, вооруженных сил Украины, генерального штаба. Потому что Министерство обороны, оно как бы обеспечивает вооруженные силы, а вот войну ведет генеральный штаб. Планирует, организует и ведет и управляет войсками в ходе боевых действий или силовыми структурами в ходе боевых действий. Это функция генерального штаба. Поэтому давайте дождемся. Ну и остается Херсонское направление. Здесь противник нанес авиационные удары возле Адрада Каменки и в районе Дач. Также по артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов на всем правом берегу Днепра от Никополя до Херсона. Очень сильно обстреливали Херсон, сам город Херсон. Там тоже есть жертвы среди гражданского населения. Вот это если говорить о линии фронта и оперативных направлениях. Как вывод из всей этой обстановки можно сделать следующее. Что тяжелые боевые действия ведутся практически на всех направлениях. Враг владеет инициативой, к сожалению, владеет инициативой на Сватовском отрезке фронта. То есть Купенское и Лиманское направления. На Бахмутском оперативном направлении враг пытается достигнуть паритета с нами. То есть остановить продвижение наших войск. Хотя мы продолжаем медленно, но уверенно продвигаться. Мы активизировали еще одно направление. Это в районе Углидара. Еще появился один участок. У нас было три плацдарма. Теперь у нас четыре плацдарма, откуда мы ведем активные наступательные действия. Это Никольская населенный пункт, недалеко от Углидара. Так что силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции. Теперь надо добавить уже на Углидарском, или точнее от Углидара в направлении, скорее всего направлении Волновахи, на Бердянском направлении и на Мелитопольском направлении. Вот на этих трех основных направлениях, в общем, в зоне ответственности Таврия наших войск, мы ведем активные наступательные действия. И на протяжении этой недели мы имели там довольно хорошие успехи. Сейчас мы продвигаемся медленнее, но закрепляемся на достигнутых рубежах, на освобожденных участках территории для дальнейшего подготовки к наступательным действиям. Субтитры создавал DimaTorzok